МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. Очень много людей приходят со своей болью. Суметь их выслушать, иногда даже оказав помощь на месте. Пятеро кандидатов на пост уполномоченного по правам детей сегодня встретились с представителями общественных организаций. В проекте бюджета, который внесен главой Республики Карелия, эта доплата в размере 80 миллионов рублей в целом по Республике Карелия сохранена. Правительство Карелии учло в проекте бюджета Республики на будущий год доплату за классное руководство в школах. Юристы не получают знаний сегодня в области жилищного законодательства. Хотя при этом они идут в управляющие организации и продолжают там работать. Жители Карелии научат управлять своим жильем и быть грамотными потребителями услуг ЖКХ. Федеральный проект «Школа грамотного потребителя» стартовал в Петрозаводске. Сегодня продолжился рабочий визит в Карелию заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Он побывал в Каливальском районе. Нургалиев посетил спортивные площадки и объекты культурного наследия района. Встретился с представителями местной власти, тренерами и спортсменами. Рашид Нургалиев отметил высокую спортивную оснащенность райцентра и добавил, что надо продолжать работу по привлечению инвесторов, активнее принимать участие в различных проектах. Напомним, поездку по северным районам Карелии Рашид Нургалиев совершает в рамках деятельности Государственной комиссии по подготовке к столетию образования Республики Карелия. Кандидаты на пост Уполномоченного по правам детей сегодня встретились с представителями общественных организаций. Из шести заявленных претендентов на встречу пришли пятеро. Остутствовал депутат Андрей Рогалевич. Предполагаемые защитники прав детей рассказали общественникам о том, как они видят свою работу на этом посту и ответили на вопросы. Их выслушал и наш корреспондент Максим Смирнов. Шесть кандидатов на пост Уполномоченного по правам детей были выдвинуты общественными правозащитными организациями Республики. На встречу не пришел лишь один из них, депутат Андрей Рогалевич, сославшись на важную работу в законодательном собрании. На встрече присутствовали с полсотни представителей общественных организаций. Кандидат на пост омбудсмена Сергей Воронцов, директор некоммерческой организации, в качестве собственной программы привел ряд общих положений Международной конвенции по правам ребенка. Мероприятие чем-то напоминало серьезный экзамен. После краткого изложения программы своей работы на посту омбудсмена кандидаты отвечали на вопросы общественников. Например, Воронцов смог назвать только одну общественную правозащитную организацию, с которой знаком. А между тем, омбудсмен должен работать в тесном контакте со всеми общественниками. Кандидат Геннадий Сараев, руководитель исполкома Единой России, считает главным работу с обращениями граждан. Ведь уполномоченный – это инспектор и помощник. Здесь главное, на мой взгляд, это умения и навыки коммуникативные. Очень много людей приходят со своей болью. Суметь их выслушать, иногда даже оказав помощь на месте. Сараев предложил создать сеть общественных уполномоченных в районах. Кандидат Татьяна Сеппинин, замглавы администрации Пряжинского района, считает, что нужно наладить более тесное взаимодействие всех организаций, которые занимаются защитой прав детей. Уполномоченный по правам ребенка – это ни в коем случае не инспектор и не надзиратель. Это, в первую очередь, наверное, все-таки филантроп. Деятельность уполномоченного по правам ребенка, я думаю, должна быть сосредоточена, в первую очередь, на создании особой гуманитарной среды у нас в регионе. Бывший судья Петрозаводского городского суда по уголовным делам в отношении несовершеннолетних Евгений Сильченко заверил, что главное для омбудсмена – знание всех нормативно-правовых актов, касающихся несовершеннолетних, а также конструктивная работа с властями. Должность уполномоченного, наверное, введена не столько для того, чтобы дублировать судебную защиту, защиту правоохранительных органов, прав детей, а сколько дополнить эти формы защиты. Кандидат Оксана Старшова, недавно уволенной мэрией и директор Дворца творчества в Петрозаводске, рассказывала о своей бывшей работе и обозначила ряд направлений по защите прав детей. Главной задачей детского омбудсмена, считаю, сделать все возможное, чтобы никто и никогда им не позволять использовать семью и детей в своих интересах. Теперь, согласно процедуре, глава Карелии встретится со всеми кандидатами на пост детского омбудсмена и до 14 ноября внесет кандидатуру на утверждение депутатов законодательного собрания. Сохранят ли доплату классным руководителям в школах? Этот вопрос не один месяц вызывал обеспокоенность в учительском сообществе республики. А после того, как в большинстве регионов России от этой доплаты вовсе отказались, в карельских школах не на шутку заволновались. Дело в том, что с января оплата труда классных наставников перешла в ведение регионов. До этого дополнительное денежное вознаграждение, одну тысячу рублей, педагоги получали из федерального бюджета. Теперь власти на местах должны сами решать, кому, за что и сколько платить. Первый заместитель, председатель Азаксобрания республики, член фракции «Единая Россия» Александр Селянин, сообщил, что в проекте бюджета на будущий год этот вопрос правительством республики учтен. В проекте бюджета, который внесен главой республики Карелия, эта доплата в размере 80 миллионов рублей в целом по республике Карелия сохранена. И это очень важно, это доказывает, что правительство республики Карелия, законодательное собрание понимают приоритетность образования и сохранение воспитательной функции нашего образования, а это делают в первую очередь классные руководители. Классное руководство – это работа, не входящая в круг должностных обязанностей учителя, но необходимая в школе, подчеркнул Александр Селянин. Учитывая ее высокое социальное значение, в республике и было принято решение размер субвенции на выплаты классным руководителям сохранить на уровне этого года. Выплата классным руководителям по-прежнему останется так называемой стимулирующей доплатой. Она будет в разряде стимулирующих, но она все равно будет гарантированной при выполнении функций классного руководителя. Жители Карелии научат управлять своим жильем и быть грамотными потребителями услуг ЖКХ. Федеральный проект «Школа грамотного потребителя», который реализуется партией «Единая Россия» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стартовал в Петрозаводске. На первом уроке, который прошел для студентов Петрозаводского техникума и городского хозяйства, побывал наш корреспондент Ольга Ряминин. «Школа грамотного потребителя» открыла курсы для студентов и преподавателей техникума городского хозяйства. Будущим работникам сферы ЖКХ такие курсы тем более полезны и как потребителям услуг, и как тем, кто будет их предоставлять. Как вы думаете, что вам может пригодиться? «Ну, все какие-то новые знания по вопросам, как же лично коммунальным, это, я думаю, всем сейчас в данное время, ну, нужно знать». «Ну, есть всякие компании, которые, ну, обманывают людей вообще, и что многие с этим сталкиваются, и потом серьезные проблемы. И чтобы это избежать, мне кажется, это актуально». Курс в 16 академических часов призван подготовить компетентного собственника жилья, то есть научить контролировать качество услуг, работы управляющих компаний и ТСЖ. По словам сотрудников жилищной инспекции, куда поступают жалобы от потребителей, недостаток знаний виден по этим обращениям. Темами уроков станут жилищное законодательство, управление многоквартирными домами, энергосбережение и соцнормы на энергопотребление. Список достаточно широкий. Студенты-правоведы, например, могут получить таким образом и дополнительное образование. «Юристы не получают знаний сегодня в области жилищного законодательства. Хотя при этом они идут в управляющие организации и продолжают там работать. Им приходится уже на месте управляющей организации, в этом жилищной инспекции, вникать в жилищное законодательство и полгода примерно на рабочем месте сначала обучаться, а потом работать. Сейчас у них будет возможность у всех студентов получать эти знания заранее, Занятия в школе будут вести опытные работники ЖКХ, сотрудники жилищной инспекции. Тему капитального ремонта и расселения ветхого жилья раскрыли на первом уроке специалисты Минстроя Республики. В ноябре школа поедет в районы Карелии. Выездные курсы для собственников жилья, председателей ЦСЖ, пройдут в Каливальском, Пряжинском, Сегежском районах и в Костомукше. Сегодня на официальном сайте сенатора от Карелии в Совете Федерации России Сергея Катанандова был опубликован его комментарий по поводу сделанных мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной заявлений. Напомню, в конце прошлой недели мэр созвала пресс-конференцию, где высказалось о расследовании уголовного дела ее заместителя Евгении Сухоруковой и недвузначно заявила о том, что дело заказное. Напомню, заместителя Петрозаводского градоначальника Евгению Сухорукову обвиняют в незаконном переводе сельхозземель под дачное строительство в Прионежском районе, где Сухорукова работала в администрации. Сергей Катанандов сказал, цитирую, «Возбуждение уголовного дела в отношении высокопоставленного сотрудника городской администрации Петрозаводска не повод давать публичные оценки правоохранительным органам. Это неэтично и незаконно со стороны главы Петрозаводского городского округа Ширшиной, так как противоречит действующему законодательству. Очевидно, что противостояние между республиканской властью и мэрией Петрозаводской инициировано искусственно. Не секрет, что за спиной мэра стоят определенные силы, которым почему-то выгодно создавать противоречия. Сегодня в Петрозаводске масса острых проблем. Нельзя, чтобы глава города, наделенная доверием людей, находилась под влиянием третьих лиц. В конце концов, население спросит за исполнение веренных полномочий. Интересы жителей всегда должны быть на первом месте. Сегодня в карельскую столицу приехали руководители территориальных органов Роскомнадзора Северо-Запада. Они обсуждали вопросы законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а также вопросы взаимодействия с региональными органами власти. Заместитель главы Карелии по региональной политике Юрий Шабанов рассказал участникам заседания о работе средств массовой информации республики и о мерах исполнительной власти в сфере развития благоприятного информационного пространства. На сегодняшний день средства массовой информации республики Карелия состоят из нескольких блоков. Это непосредственно русскоязычное и национальное средства массовой информации. У каждого есть своя специфика. Сегодня опыт работы показывает то, что мы достаточно грамотно работаем в этом направлении. Проблемы, как и в любой отрасли, есть. И основная проблема связана на сегодняшний день с финансированием и организационными вопросами. Но все проблемы рабочие, штатные, мы их будем решать. Завтра Координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора продолжит свою работу. Участникам заседания предстоит обсудить актуальные аспекты контрольно-надзорной деятельности управлений в регионах, роль территориальных управлений при проведении испирательных кампаний. А сейчас коротко о других событиях республики. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя предвыборного штаба местного отделения партии «Яблоко» Галины Карасовой. По версии следствия, на сентябрьских выборах в период досрочного голосования подозреваемая совместно с группой лиц по предварительному сговору помешала гражданам голосовать за определенных кандидатов в депутаты Петросовета, нарушив тем самым конституционные права избирателей. Кроме того, по версии следствия, такие действия были совершены за денежное вознаграждение. В районе птицефабрики в Петрозаводске местный житель нанес ножевые ранения членам своей семьи и соседям, а после бежал из дома. В одном из домов на Онежском разъезде сотрудники ППС заметили схожего по приметам человека и задержали его. От действий злоумышленника пострадали пятеро человек, среди которых его бабушка, дед и мать. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу. В Приморском крае на судоверхе Дальний Восток идут работы по восстановлению и возвращению в строй ВМФ России среднего разведывательного корабля «Карелия». Руководство корабля обратилось к главе Карелии Александру Худилайнину с предложением установить шефские связи между экипажем корабля и нашей республикой и оказать содействие в наборе на военную службу по контракту из числа жителей Карелии. Карельская Ялгора заняла в общероссийском рейтинге самых недорогих российских горнолыжных курортов второе место по версии Travel.ru. Составители ориентировались на следующие параметры – проживание в гостинице в период новогодних праздников, стоимость ужина в кафе, стоимость дневного электронного пропуска на подъемник. Республиканский курорт уступил по этому показателю только Белокурихи Алтайского края, причем всего на 50 рублей. Программа государственного софинансирования пенсии продлена еще на 10 лет. Вступить в нее можно до конца нового года. Такой закон 5 ноября подписал Владимир Путин. Напомню, суть программы в том, что граждане добровольно вкладывают свои деньги в накопительную часть будущих пенсий, а государство их удваивает. Уже более 38 тысяч жителей Карелии участвуют в программе государственного софинансирования пенсии. До конца этого года вступить в нее может любой совершеннолетний гражданин, но софинансирование получат не все. К примеру, его не будет на добровольные взносы, которые делают работодатели. Есть ограничения и для пенсионеров. Это касается и пенсионеров, которые уже вышли на пенсию. Единственное, что софинансироваться из средств бюджета она не будет. А у тех пенсионеров, которые были участниками программы, она софинансироваться будет. Немного изменится порядок получения единобременных выплат. Раньше это можно было сделать раз в год. Новым участникам, которые станут участниками этой программы, можно будет средства получать не чаще, чем раз в пять лет. Первый взнос может быть от 2 до 12 тысяч рублей. Внесен он должен быть до 31 января, а подать заявку нужно до конца этого года. Сделать это можно в управлениях пенсионного фонда по месту жительства. В Петрозаводске их сейчас два. На улице Лыжная и на Первомайском проспекте. Последняя открылась только неделю назад и уже успела принять две сотни посетителей. И это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова